Ну, я планирую все больше смещаться в эту плоскость, и вот в уходящем 2016 году я начал играть в моноспектакли. Играть? Да, играть, играть как актер и одновременно как автор. Собственно, я говорю, не моноспектакли, а один. Лавы Розинского вам не дают покоя. Мне много чьей лавы не дают покоя, потому что я вообще в детстве собирался стать актером, но когда мне было 14 лет, то есть 31 год назад, моя мама объяснила мне, что актером я быть не должен ни в коем случае. Как минимум по двум причинам. Первое, я не выговариваю букву Р, второе, у меня непрезентабельная внешность. Сейчас высоты своего возраста... Я стал выговаривать Р, и у меня изменилась внешность. Нет, я по-прежнему не выговариваю букву Р, а внешность стала очень хуже, чем была. Но я ответил бы моей маме следующее, что, во-первых, скажем, Владимир Ильич Ленин, Андрей Дмитриевич Сахаров и многие другие... Им не помешало. ...публичные деятели не выговаривали букву Р, причем хуже, чем Е, но это совершенно не помешало. У нас полпарламента не выговаривает Р, больше... Совершенно им не помешало их публичной карьере. А внешность для актера вообще не имеет значения. И я спрашивал у профессиональных режиссеров, в том числе запрашивал их оценку моего монспектакля, который называется «Откровение русского провокатора». Я сама автор текста и исполнитель этого спектакля. И, в общем, эта оценка была достаточно выставкой. Если бы я делал лучше, мама была не права. Но, к сожалению, я не могу я сегодня уже об этом сообщить, поскольку ее давно не знаю. Но я, тем не менее, лучше поздно, чем никогда, я смещаюсь именно в эту нишу. Покаяние идет где-то на сцене? Нет, сейчас нет. Но шло? Нет, никогда не шло. Вы хотите, чтобы шло? Хочу. Да, но это еще следующий этап в моей карьере. Потому что, понимаете, я в момент, когда эта пьеса была написана и издана несколько лет назад, я не воспринимался как драматург. Я воспринимался как некий политический продукт, которым он не является. И вообще основная идея пьесы «Покаяние» – это не Гайдара и перепятие его… Основная тема этой пьесы – не Гайдара и перепятие его судьбы, пусть даже весьма трагические, а, собственно, сама идея и покаяние. Потому что я считаю, что возрождение России должно начаться с этого покаяния. С публичного покаяния элиты народов и, в первую очередь, перед самим собой.